Всем бодрейшего! С вами Фликер и в этом ролике я покажу, что же я накидал в свою корзину в честь распродажи 11.11 на Алиэкспрессе. Покажу, что я очень сильно хочу купить и, конечно же, что я по итогу куплю, но об этом в самом конце видео, как всегда. Ну, сами понимаете, интригу надо сохранять. Итак, 82 позиции в моей корзине на Алиэкспрессе. И, конечно же, есть популярные магазины, которым я доверяю, о них я расскажу. Все ссылки на популярные позиции тоже для вас размещу, потому что, возможно, кто-то не знал о том или ином магазине, но я там приобретаю. И даже есть вещи, которые приобрел, и они работают, все с ними нормально. Например, один из гаджетов это Mi Band 6, но сейчас, как вы уже заметили, я закинул себе в корзину Mi Band 7. Может быть, приобрету, обновлюсь. К тому же цена 2.351. Я вот этот, по-моему, брал за 2.500, 2.600. Это было где-то 2 или 3 года назад. Далее вы видите Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Блин, по очень вкусной цене. Я помню, он 20-ку стоил раньше, но сейчас 14.219. Плюс, если мы еще нажмем выбрать, он еще и скидку 700 рублей дает. Ну, потому что я забрал у магазина купончик. Далее очень мне интересен вот этот гаджет. Это Xiaomi Redmi Pad 10.61 дюйма. 2К, значит, разрешение. И у него Helio G99. Говорят, что это такой не сильно греющийся чип. Но, к сожалению, характеристики 3 гигабайта, 64 гигабайта постоянно. Значит, это как-то они ни туда, ни сюда. Для андроида просто 3 гигабайта оперативки. И это, я считаю, маловато. 6, вот, и 128, нормально. Ну, было бы хотя бы 4,64. В принципе, такой аппарат для просмотра повседневного контента вообще нормально. Далее, конечно же, я закинул еще себе Redmi, ой, не Redmi, Xiaomi Mi Pad 5, потому что тут уже достаточно флагманский чип, 860. А у меня в Poco стоит 865, к примеру. Но тут уже за 18 тысяч я получаю 6 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт постоянной памяти. Шикарно вообще, я считаю. За 18 тысяч еще плюс 120 Гц у нас тут есть. И, конечно же, высокое разрешение экрана, плюс AMOLED, насколько я помню. Короче, весь фарш за 18 тысяч нафиг никакого iPad'а не надо. Да, оболочка все равно у Xiaomi, как они, MIUI для Mi Pad'а, да, она хочет быть похожей на iPadOS, но у нее пока тяжеловато это получается. Следующая позиция, о каких-то позициях я буду подробно рассказывать, о каких-то, ну так, вкратце. Это у нас Xiaomi 12 Lite. Я его увидел вживую, мне очень понравилось то, как он выглядит. Практически везде одинаковые рамки идут, и очень маленький вырез, плюс он прям вот, ну, очень аккуратный, классный. 778-й G Snapdragon в нем, достаточно холодный, плюс 120 Гц, AMOLED-дисплей, быстрая зарядка, хорошая камера, насколько я знаю. Я выбрал 6 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт постоянной памяти, зеленый цвет. Просто он в кадре будет интереснее смотреться. Вот, следующий, это популярный аппарат, глобальная версия, Redmi Note 11 на 680-м драконе, 90 Гц, 13 тысяч, очень даже неплохо. Но, конечно, не игровой аппарат, не игровой, игры будет очень тяжело ему тянуть. Ну, как бы, у кого сколько средств есть. Конечно, можно за 20-ку найти чуть позже, ниже, я вам покажу, какие аппараты есть поинтереснее. Ну, даже выше у нас Xiaomi Mi Pad 5 на 860-м будет, конечно, покруче, чем тот же, например, Xiaomi 12 Lite. Переходим к следующему, не менее популярному бренду, это Realme Official Store. И вот мне очень любопытен аппарат Narza 50i. У него какой-то там Unisoc процессор слабый, но мне просто интересно данный аппарат потестить. Ну, насколько все плохо у него в играх, да, он не игровой, скорее всего, но мою любимую League of Legends Wild Drift, скорее всего, будет тянуть. Вот, ну и, конечно, странно, что здесь World Premiere in stock, Realme GT Master Edition, на который я уже снимал ролик, и где-нибудь здесь, либо здесь оставлю для вас всплывающую подсказку. Годный аппарат, очень классно лежит в руке, 120 Гц, не горячий процессор 778-й, который, ну, хорошо себя показал, на самом деле, вообще топчик. Ну, и следующий аппарат новенький, Realme 10, сюрприз, ранняя птица, конечно, перевод удивляет. 10-го, 12-го и ноября состоится, видимо, распродажа. Сейчас 13-832 стоит, возможно, будет стоить еще дешевле. Выбрал я версию 4-128, ну, я считаю, что лучше 128, там была еще на 64, но разница 700 рублей, типа, камон, я лучше возьму, чтобы памяти было побольше. Вот, интересно потестить чип Helio G99, здесь, насколько я помню, он стоит, а может быть, Dimensity, блин, не помню. Narza Official Store, вот здесь как раз модель называется, ну, это Realme C33, Unisoc T612-й, я не смотрел пока тесты, но мне бы хотелось самому это протестить. Realme Online Mail Store какой-то. Вот тут вот, кстати, вкусные предложения за 20890, которые могут превратиться в 2319. Вы получаете 120 Гц, Snapdragon 128, что? 870-й, скорее всего, Snapdragon, здесь перевод, конечно, мое прочтение. Вот, очень любопытный аппарат, я бы его хотел прям потестировать, и, конечно, 870-й чуть лучше 865-го, насколько я помню, разница 860-го и 870-го, это, у 870-го есть 5G, вроде бы, у 860-го нету, либо у них, у обоих есть 5G-модуль, но GPU немного отличается. Далее, планшет Realme Pad X, какой-то на 695-м, слабом, неигровом чипе, да, какие-то игры он будет неплохо тянуть, но большинство требовательных, скорее всего, он будет... Бл-бл-бл-бл-бл-бл-с, кто ты в меня запустил? Infinix. С брендом я вас тоже знакомил очень давно, с Hot 10 Play модели, и сейчас вот я закинул в корзину себе, опять же, на Helio G99 смартфон Note 12 Pro. что чем вообще отличается Infinix, в отличие от того же Redmi, они делают не совсем компактные смартфоны, у них большие диагонали. Здесь вот в данном случае 6,7, это практически как у моего iPhone, вот этого, вот этого, наверное, не было видно. И на таком экране будет удобно погружаться в мобильные игры. И следующий у нас Infinix Note 12 на Helio G96, просто 95-й у меня был, вот интересно, насколько разница между 96-м и 95-м. Есть или она прям минимальная? Full HD+, разрешение, кстати, по герцам тут ничего не написано, но, возможно, давайте-ка мы вот сюда залезем и посмотрим, есть там что-нибудь по герцам. Но тут у нас, скорее всего, просто большой экран, 108 мегапикселей камера, да, True Color, NFC 3.0, большая батарея, ничего не написано про частоту, поэтому, скорее всего, там 60 герц. Далее, бренд Орико, я от них брал Powerbank и еще всякую мелочевку по типу кабелей зарядки, самих зарядников, беспроводных зарядок и прочего дерьма. И, как бы, хочу вот для жестких дисков, такой кейс алюминиевый, далее, мобильный телефон охлаждающий вентилятор. Блин, перевод меня иногда прям смешит. Короче, хочу реально потестить вентиляторы, насколько они влияют на нагрев процессора, точнее, не на нагрев процессора, а на то, как будет вести себя игра с вентилятором и без вентилятора. Интересно будет посмотреть. Далее, конечно же, тут я нашел чехол, это чисто для меня, для рабочих целей, для microSD-карточек. Вот сейчас покажу вам одну из них. Вот такая вот. Ну, это для камеры и для плойки. Буду просто иметь нормальный кейс для хранения. Ну и защитная сумка Орико для внешнего аккумулятора, или его можно использовать для не аккумулятора, а жестких дисков внешних. Не знаю, почему тут аккумулятор написали. Я просто подобную купил и как бы норм. О, еще, блин, еще цены, короче, снизились. Это я закинул просто, чтобы вы знали. Я заказал у этого продавца уже себе видеокарту, не буду говорить какую, но Акселю и Сергею Яшину большое спасибо за поддержку на стримах. Если что, стриминговый канал есть в описании под этим видео. Вот. Я закинул сюда 6500, которая, ну, такая себе карта, но, допустим, для начального уровня и для того, чтобы погружаться в какие-то игры на высоких, не на ультра, можно взять ее. К тому же за 13 тысяч плюс, если мы выберем... Ну да, еще 570 рублей скидочка идет. Как бы за 12 тысяч видяха в 4 гига и будет тянуть 1080 большинство игр на высоких настройках. Блин, что бы нет. Ну и, конечно же, 3060 тоже достаточно популярный. 25500. Сказка просто, а не цена, блин. Причем это, насколько я знаю, официальный магазин MSI. То есть заходите. Опять же, ссылки на эти карты я оставлю в описании под этим роликом. Можете заказывать, смотрите обязательно отзывы, потому что, блин, одно дело слушать как бы какого-то блогера там на Ютубе, другое дело проверять всю информацию, потому что, ну, блин, для меня лично 20 тысяч это деньги. И, естественно, прежде чем я их потрачу, я хочу их действительно правильно вложить, и чтобы мне видеокарта приехала. Дальше у нас Xiaomi Mi Store. Я тут закинул просто 12 Pro. Ценник очень привлекательный. И Dimensity 1080. Я бы хотел потестить этот аппарат. Плюс 18979. Если мы опять же нажмем... Это я еще не все купоны применил. Еще можно зайти применить купоны продавца, и ценник будет еще вкуснее. 18408. Вкусно. Ну, а любителям Asus есть, конечно же, 3060 на 12 гигабайт от Asus 32818. И 32818 она и выходит. Да, те, кто давно уже на Алиэкспрессе, прохавали всю тему, знают, где находить купоны, то, конечно же, вы знаете, как все это заполучить еще дешевле. Так, официальный магазин Tmall. Это если вы не хотите из Китая заказывать, а из Tmall лучше, чтобы быстрее доехало. Опять же, я закинул 3060, но в этот раз TI на 8 гигабайт. Она мощнее, чем 3060 обычная. 37900. Раньше соточку стоило. Да, раньше у нее, по-моему, цена даже была 70 тысяч. Ну, а для тех, у кого нет денег, но он хочет погрузиться действительно в годные проекты, я делал обзор на Retro Genesis. Вот здесь вот, либо вот здесь вот будет всплывающая подсказка. 4000 за топовую консоль, которую потянет практически любой телек, и вам не надо будет ставить кучу охлаждения для нее и прочищать. Блин, топчик, топчик. Вот особенно для тех людей, кто родился в 90-х, и хочет немножко поностальгировать. 150 популярных игр там. Можете со всем списком ознакомиться, как по ссылке в описании, так же и по моему ролику. Ну и так, тут я закинул гарнитуру от Apple, чтобы просто была за 1600. Шикарное, я считаю, приобретение. DB Store. Да, я хочу себе приобрести ножичек для распаковок, чтобы он красиво смотрелся в кадре, и вот парочку таких недорогих закинул. Мне как бы насрать, как они режут. Лишь бы резали скотч и все. И чтобы они просто симпатично смотрелись в кадре. Сами знаете, я сейчас увлекаюсь именно съемкой, и хочется делать качественные обзоры. Если кто не знаком, случайно зашел на канал, ознакомьтесь, посмотрите, поставьте лайк, если понравилось, ну и напишите комментарий. HW Mall Store. К сожалению, не доставляют они вот нафинг фон, но я бы хотел его взять за 30 тысяч. Он, блин, конечно, выглядит шикарно, необычно. Вот такой, мне нравятся необычные телефоны, которые выделяются. Да, они стоят дороже за счет дизайна, но, блин, их хочется вот ими пользоваться, как айфоном тем же. Вот Карл Пэй, по-моему, его зовут. Поправьте меня, если я неправильно произнес его имя. Красавчик, красавчик. 6,5 у него диагональ, но он достаточно такой большеватенький. Прям вот айфон. Далее, Machi Nike Official Store. Тут я закинул два недорогих ноутбука. Ну, как недорогих? 50 косарей это достаточно дорого. Все равно для меня, учитывая то, что тут не игровые у них характеристики, в плане нету 30-50 какой-нибудь, 16-60 встроенный. Вот, здесь все более так скромно, но интересно. Вот, два ноутбука. Также оставил ссылки в описании. Кому интересно, почитайте характеристики. Я выбрал модели 16-512 SSD. Ну и так закинул какой-то радиатор для M2, жесткого диска SSD-шника. Не знаю, может быть и не буду приобретать. О, футляр для лекарств. Да, стареем, пацаны. Приходится таблетки с собой таскать, и я вот нашел такую стильную упаковочку. Прикольную. Мужская камуфляжная армейская футболка. Давно была закинута. Что-то вот понравилось. Во-первых, у нее регланы, как вот у этой футболки. И вот мне захотелось подобную. Там есть другие еще расцветки, если что. Универсальный компактный алюминиевый портативный складной держатель T1 для телефона и iPad. Прикольно выглядит, яркий. В кадре будет хорошо смотреться. Ugreen Official Store. Мне нравится у них аксессуары. Недавно, если вы не смотрели, я делал обзор как раз на Hub USB 3.0 для своего старого ноутбука MacBook 2015 года. И, блин, вот пользуюсь до сих пор. И заряжаю через него, и сразу два жестких подключая, перекидываю между ними информацию. Классно, классно. Так, далее у нас идет беспроводная мышь. MacBook. Ну, короче, такая. Минималистичная, зелененькая. Думаю, хорошо бы смотрелось в кадре. Держатель, подставка для планшета. Во! HDMI-видео, захватывающая коробка для PS4. Это, по сути, у нас карта захвата. Интересно было бы с ней повзаимодействовать, потестить ее, сравнить с Avermedia, которая у меня сейчас. Тут у Ugreen в основном аксессуары. Качественные, хорошие и интересные. Бренд очень старый, и ему, в принципе, можно уже доверять. Вот, держатель такой хочется взять, чтобы, ну, пригодится. Далее, конечно, зарядное устройство для iPhone и Xiaomi. Еще одна подставка алюминиевая закинул. Ну, тут дальше пошла уже одежда, футболки прикольные. Давайте я вам вот эту покажу. Конечно, тут чувак накачанный, красавчик просто. Но мне вот в этом цвете нравится, в зеленом. Прикольно она смотрится. Далее, обычный канцелярский ножик, но выглядит он просто необычно. Возможно, будет прикольно смотреться в кадре. Далее, товар недоступен, так как продавец в ваш регион козел не отправляет. Это Synco, Bluetooth, беспроводные петлички. Мне просто для моей камеры нужна петличка непроводная. Для интервью в будущем, если вдруг пригодится снимать. Вообще хочется просто изучать видеосъемку и петлички в комплекте, чтобы было главное две. Очень даже мне пригодятся. Mr. Light Lighting Store. Света мало, точнее много не бывает, поэтому я побольше буду набирать светильников. Еще один бренд, который производит различные аксессуары для телефонов. В том числе у него здесь есть и вентилятор. В данном случае для айфона, который магнитный. Хочется потестить. Конечно же, зарядное устройство я закинул. Буду пробовать, будем посмотреть. Мамин. Мамин Store. Добрый, уютный Мамин Store. Это производитель различных световых приборов и не только для видеосъемки. И вот я тут периодически закидываю то, что у него есть. Тут всякие пошли уже чехлы. Блин, не чехлы, браслеты. Еще одна батарея для моей камеры Sony. Есть вот у моих наушников АКГ вот эти вот амбушюры. Они очень быстро что-то выходят из строя, махрятся. Буквально два года проходят и все. Поэтому я еще одни закинул. Ну тут у нас пошло уже такое обычное. Шнурки, футболка, толстовка, всякие курточки. И в принципе на этом все. Ну вот толстовочку я хочу себе. Либо такую, либо вот у них есть темно-серая вот такая. И опять же регланы. Регланы я от них тащусь. Что же я из этого всего дерьма, так скажем, возьму себе? Ну, я планирую шнурки обязательно. Амбушюры. Возможно еще один аккумулятор для своей Sony. Браслет для Mi Band. Свет обязательно. Аксессуары мне надо купить, чтобы у меня всегда в портфеле, в рюкзаке. О котором, кстати, будет тоже скоро видео. Чтобы был всегда зарядник. На всякий пожарный случай. Чтобы я, блин, где-то в поездке такой оказался. Я, блин, и у меня всегда есть дополнительный зарядник. А не так, чтобы я с собой из дома брал единственный, блин, кабель, который у меня к iPhone есть. Ну есть еще, на самом деле, еще один. От Type-C, который питается. Но он дома лежит. Вот, хочешь, чтобы два дома лежало. Так, далее, значит, от Ugreen, возможно, что-то еще приобрету. Там наушнички есть. Конечно же, футляр для лекарств. Это обязательно. Радиатор. Ноутбуки пока денег столько нет. Ножик. Ножик надо приобрести мне, чтобы красиво распаковывать свои посылочки в будущем. Ну, видеокарту, о ней будет уже ролик по моему ПК. По сборке ПК. Те, кто не в курсе, опять же, вот, либо здесь, либо здесь вот. Будет у меня подсказка для вас. И там будет просмотр ролика открыт для тех, кому интересно вообще. Что я там за ПК собираю? Так, видяхи я все пролистал. Вот, аторикой я либо охлаждение возьму, либо вот футляры. Ну, по смартфонам, так как я не миллионер и не могу себе позволить много смартфонов покупать, как, например, уже популярные техноблогеры, у которых команды работают над проектом. Я работаю пока один. Ну, периодически подключается ПК Боярин. Тоже можете ознакомиться с его обзорами, трэш-обзорами на моем канале. Я думаю, что он скоро и свой будет, канал, пополнять контентом. Вот, ну и, конечно же, хочется какой-нибудь бюджетник, может быть. Но на самом деле я бы вот Xiaomi 12 Lite, либо Xiaomi Mi Pad 5 взял. Ну, может быть, вот Xiaomi Redmi Pad. Такой вот получился у меня ролик. Я надеюсь, данный формат вам зашел. Кто-то, возможно, для себя что-то добавил в корзину. Пишите в комментариях свои мысли. А на этом у меня все. Надеюсь, был полезен. С вами был Flickr, мобильный геймер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok